Здравствуйте, друзья! Мы с вами на телеканале Доктор на программе «Без халатов». А что мы здесь делаем, Алевтина? Здравствуйте! Мы здесь общаемся после нашего рабочего дня, Михаил. Без халатов. Без халатов. Обсуждаем, что было за день. И без всяких страшных-страшных-страшных наших законов. Да, и помимо всего прочего, мы еще с вами обсудим парочку новостей. Это будет, наверное, очень интересно. Да. Ну, а для того, чтобы было понятно, кто с кем общается. Итак, сегодня без халата. Без халата. Честно, я бы тебя без халата не узнал. Это правильно. Вот, понимаешь, вы без халата так преображаетесь. Совсем все по-другому. Я, конечно, очень надеялся, что произойдет вот это снятие халата. О, вау-эффект. Вау! Да, 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 да. Итак, Алевтина Ранская. Врач-эндокринолог. Кандидат медицинских наук. Именно так. Михаил Цурцуми. Акушер-гинеколог. Кандидат медицинских наук. Да. И потрясающий мужчина. Без халата. Спасибо. Но, наверное, надо дать немножко перчинки в эту историю. Это вечное противоборство. Акушер-гинеколог и эндокринолог. Вечное противоборство хотя бы наш сегодняшний с тобой случай. Про глюкозотолерантный тест у пациентки беременной. Именно у беременной. Именно у беременной. Именно у беременной есть свои нюансы, которые почему-то вы, акушер-гинекологи, не хотите учитывать. И всё время обижаете нас эндокринологов. Всякое бывает. И такое бывает. Но вот наш с тобой сегодня... Ну, мы же с тобой пришли к консенсусу сегодня. Мы пришли. Мы с тобой решили, что делать надо так, а не как-то по-другому. Что огрешности как в исследовании, так и в проведении данного вида исследований определяют ещё и дальнейшую... Ну, в общем, мы пришли к тому, что нам друг без друга, ну, по крайней мере, мне, акушеру-гинекологу-безэндокринолога, который мне вправит в нужное время, в нужное русло, мои мысли, мне не обойтись. А мне никак не обойтись без помощи акушеров. Почему? Потому что ведь вы первый, кто ставите диагноз. Или не диагноз, физиологическое состояние беременности. Так точно. И именно вы решаете, когда направить к эндокринологу. Правильно. Скажи мне, как прошёл твой день? Ой, мой день прошёл. И слава богу. И опять же, одна и та же история. Женщина беременная, 10 недель, сахар 5,12. Направление на консультацию к эндокринологу с диагнозом гестационный сахарный диабет. Не рановато ли? Ну, никак, никак вы, акушер-гинекологи, не хотите понять. Что первый триместр – это большая гормональная перестройка. Вы даже не хотите усвоить, что у вас есть в МКБ-10 гипергликемия, не уточнённая как диагноз. А почему вы им не пользуетесь? Есть. Ну вот скажи мне, почему вы им не пользуетесь? Что мешает проконтролировать ещё хотя бы раз сахар? У меня такое ощущение, что все эти протоколы пишутся, они пишутся, это уже хорошо. Это прекрасно, что они у нас с тобой есть. У нас есть хотя бы какой-то вектор. Но есть ещё один маленький нюанс. Ты же знаешь, что у нас Бог един, но вер много всяких разных. И зависят они от того, кто её как интерпретирует. Так вот, вы-то понимаете эту историю, но её интерпретация у всех абсолютно разная. И понимают они эту историю абсолютно по-разному. То, о чём ты мне говоришь, мне очень близко, мне очень понятно. Хотя бы потому, что количество гестационного сахарного диабета, которое выросло наряду с тем, что, наверное, его не так много, может быть связано ещё и с этим. Ну, ты понимаешь, после вот этих твоих слов хочется к тебе обратиться. Архангел Михаил, о, Всевышний, как ты прав! О, Бог един! Да-да-да, крылья, крылья, крылья! О, Бог един! Но так много разных религий, да? И так много у нас разных клинических рекомендаций от разных ассоциаций, что врачу на приёме, на дежурстве достаточно сложно понять, куда же мы должны двигаться. И я думаю, что вот эта наша программа без халатов, она может взбудоражить вот ту волну, которая приведёт к взаимосвязи акушер-гинеколога и эндокринолога. И мы будем друг друга не просто понимать, мы будем чувствовать, мы будем знать, что если первый триместр и гликемия чуть-чуть повышена, мы не говорим про сахар-6. И мы говорим о том, что акушер-гинеколог, получив этот анализ, спрашивает беременную, а ты точно ничего не ела? Потому что когда у меня в кабинете беременная сидит и говорит, я не ела, я только жвачку пожевала. Ну, фу. Да боже ж ты мой, с точки зрения эндокринолога всё, что не вода, всё еда. Поэтому ты поела жвачку. Ты запустил определённые механизмы в своём организме. И поэтому твой акушер-гинеколог получил 5,12, и не повод в первом триместре направлять к эндокринологу. А я на родах получил гистационный сахарный диабет, который подразумевает под собой определённый алгоритм, что мне родить надо до 40-й недели, а если она не запустилась сама, то мне её надо к этому готовить и сподобить её родить. Но тоже очень невесёлая история. Мы с тобой приходим к тому, что друг без друга нам никак, и акушерство давно перестало быть монодисциплиной. Это мультидисциплинарная история, где нам надо друг с другом совмещать все наши большие знания. Ещё есть проблема у нас, у эндокринологов. Почему? Потому что акушерство – это совершенно своя эндокринология. И то, с чем приходится сталкиваться на приёме. Ты говоришь, как прошёл твой день? Великолепно. 38-я неделя беременности. Фетопатия. А почему? А потому что женщина всё это время ходила к эндокринологу в районную поликлинику, где она ранее наблюдалась по поводу патологии щитовидной железы. И эндокринолог в районной поликлинике на сахар 5.2, 5.4, 5.7 реагировала так, как будто бы женщина не находится в периоде беременности. И вот это вот упустили. А акушеры-гинекологи, она им принесла справочку из поликлиники, что у неё нет нарушений углеводного обмена. Вы потом получаете тяжёлую... Диабетическую фетопатию. Фетопатию, тяжёлые осложнения в родах, и вы тоже там скачете вокруг. И тяжеленного ребёнка. Тяжеленный ребёнок. Кому вы говорите спасибо? Эндокринологу. Кто виноват? Эндокринологу. Есть ещё у акушеров-гинекологов пул пациентов, которые проходят 7 кругов ада, пока доходят до того места, докуда должны дойти. Это пациентки менопаузальные. Ну, это вообще наша роскошь. Это же, ты же понимаешь. Ну, это абсолютнейшая роскошь. Ну, и она проходит 7 кругов ада, когда она потихонечку входит в пременопаузу, начинают падать эстрогены, и она, наконец, не найдя нигде... Потому что она была у кардиолога, терапевта, у кого она только не была. И когда речь зашла о менопаузальной гормональной терапии... Вот это, наверное, тоже очень такой кровоугольный камень, и он тоже очень междисциплинарный. Нам без вас никак, и вам без нас никак. Но это те пациентки, которые безумно благодарны, отвечающие на малейшее наше медикаментозное к ним прикосновение. Я очень рада, что ты поднял вопрос, что мы должны быть именно вот так вот. Почему? Потому что я, к сожалению, сталкиваюсь, что молодые мои коллеги, вот те, которые только выпустились, и которые работают исключительно по клиническим рекомендациям и алгоритмам, у них почему-то нет понимания того, что чтобы назначить МГТ, которая женщине очень нужна, и чем раньше, тем лучше, тем дольше мы сохраним ее здоровье. А ты же знаешь сейчас вот эту вот ужасную ситуацию, что менопауза стала очень молодой. 30 лет, 35 лет, а у нее виражный ФСГ, а у нее все, климактерический синдром. И вот эти мои молодые коллеги-эндокринологи, которые набирались знаний, набирались, как действовать, они считают, что они берут и назначают без осмотра гинеколога. Откуда ты знаешь, что у нее там? А ты должна еще помнить о том, что молочные железы – это тоже большая угроза при неправильном назначении МГТ. Мы с тобой знаем про монконостороженность. Да, здесь-то нам нужно, чтобы вот именно эндокринолог, который услышал от женщины, у меня пропадает талия, у меня растет давление, у меня плохо с настроением, доктор меня бросает в жар, я не могу работать, потому что я сижу с другими в кабинете, и вдруг я остановлюсь вся красная. И мужа хочется убить. А муж – это вообще страшный зверь. И поэтому вот слышит эндокринолог это на приеме. Пожалуйста, уважаемые коллеги, очень прошу, не надо самостоятельно пытаться назначить без гинеколога, только после осмотра гинеколога, мамолога. Мы говорим, о, окей, как здорово, что гинекологи с нами, и как здорово, что вы назначаете МГТ. Если мы с тобой говорим про качество жизни и продление этого качества жизни, вот есть один инфоповод, который я хочу с тобой обсудить. Давай. Секретом долголетия 111-летний Джон Тиннисвуд называет удачу. Он не придерживается никакой диеты, но по пятницам съедает порцию фиш энд чипс. Не знал, что это такое, пока не прочитал. Рыбное филе в каляре, жареное во фритюре, которое подают с картофелем фри и картофельными чипсами. Замечательно. Помнишь, у нас в институте с тобой были такие истории, тестирование, и одним из вариантов тестирования было верно-верно, связи нет. Да-да-да, верно-верно, связи нет, обожаю вот это вот. Вот это, мне кажется, ровно та история, которая называется верно-верно, связи нет. Что думаешь про долголетие? Подожди, подожди. Ну, на самом деле, верно-верно, связь есть, связь верна. Он же это делал раз в неделю, понимаешь? Нам же не написали с тобой, что он делал всю остальную неделю. Нам не написали, насколько много он пил воды. Нам с тобой даже не сообщили, сколько у него детей. Он, я думаю, привязал эту историю к фишн-чипс не просто так. Но подожди, он же получал... Джон Диннисвуд живёт праведной жизнью вне пятницы. А я вот думаю наоборот, потому что раз он сделал вот этот акцент, понимаешь, он тебе сказал, вот моё счастье, вот мои гормоны, которые вырабатываются на ту еду, которая мне приносит удовольствие. Скорее всего, в его жизни был эпизод ожирения, и когда фишн-чипс были ежедневной едой, и какой-то доктор ему сказал, слушай, ты знаешь, ты можешь это есть один раз в неделю. И тогда у тебя всё будет окей. И он резко поменял своё питание, и он стал получать удовольствие от еды один раз в неделю, а всё остальное время, понимаешь, он ел правильную, здоровую пищу. Вот квинтэссенцией является то, что он получает удовольствие. И тут фишн-чипс – это десятый вопрос. Абсолютно согласна. И вот этот гормон, который даёт ему удовольствие, является непосредственно тем механизмом, которое, я не скажу, что это является основой его долголетия, но это неотъемлемая часть. Нет? Так и хочется сказать. Архангел Михаил. Нам не уточнили, от чего он получал удовольствие всю остальную неделю. Согласен. Что он делал в другое время? Нам же сказали, что он счастлив. Да. Он получает удовольствие. И нам назвали как один из примеров вот этот вот неправильный фастфуд. То есть то, что организму категорически не нужно, но почему-то мы так устроены, что нам это категорически вкусно. Слушай, ты не становишься социопатом со временем? Социопатом становлюсь иногда. Я тебе больше скажу, я сам себя раздражаю даже. Иногда, вот скажи мне, если бы мы были в одиночестве, жили в одиночестве, мы бы жили дольше или нет? Я точно нет. Социопатом я становлюсь когда? Когда вот ты человеку объясняешь, да, вот та же беременная, выявили ГСД, ведем дневничок, наблюдаем, а сахар все равно большой, потому что жрет как не в себя. Да. Есть-то ей нужно за двоих, потому что у нее же там детеныш растет, да? Согласен. И когда ты ей все это рассказываешь, 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 она тебе на это. А я не могу без плюшек вот тут я становлюсь Я же ем за двоих и еще родственники вокруг, которые знают лучше тебя, как это делается, тебе надо есть за двоих, а не дай бог, если это двойня, то за троих. За троих, а еще я очень люблю, но это же наш сок, мы же сами сок, он же без сахара. Он же без ничего. Объяснить, что он без ничего, без витаминов, которые они хотят заполучить из этого, невозможно. Даже когда она видит, что у нее после этого стаканчика сока сахар поднялся на 2, 3, 4 единицы, что это токсично для детеныша. Нет, это же наша домашняя. Поэтому вот в этой истории я становлюсь социопатом. А когда это комплоентные пациенты, когда, ну, согласись, но вот когда ты рожаешь этого детеныша, он родился, тебе улыбаются, он рад, что он пришел на этот свет. Он просто еще ничего не знает, что ждет впереди. Но ты-то испытываешь счастье? Слушай, ну, я с тобой абсолютно соглашусь, есть абсолютно разные пациенты. Я грешу тем, что я иногда на родах пою, но мне хочется петь на тех родах, где у меня абсолютный контакт с пациенткой. Когда ты с ней дышишь в унисон, ты потуги переживаешь вместе с ней. Отлично. Ну, вот скажи, пожалуйста, как ты можешь жить на необитаемом острове один? Недолго. Ну, вот и я так же, поэтому... Недолго. Вряд ли существует человек, который живет медициной и который может сказать, что я могу жить один на Северном полюсе. Это к вопросу о том, что цивилизация нам с тобой укорачивает жизнь или нет? Если это цивилизация, которая нас питает позитивными эмоциями, то только удлиняет. Но опять мы с тобой возвращаемся к гормонам счастья, которые... Но мы же с тобой можем получать гормоны счастья из fish and chips, а можем получать гормоны счастья из общения с нашими детьми, из прогулок на велосипеде, из посещения музея с получением... От встречи без халатов. Встречи без халатов. Понимаешь, вот где бы я тебя без халатов увидел? Это точно. Вот ты понимаешь? Ну вот я... Это главное, основное. Вот как у нас с тобой замыливается взгляд. Посмотри, первое, что ты сказал. Я бы тебя без халата даже не узнал. Конечно. Мы настолько на работе, в работе... Мы столько... Да. Что мы друг друга без халата и не видим. Мы-то видим вот Алевтина Аранская. Кабинет такой, это врач-эндокринолог. И ты уже себе нарисовал эту картину в халате, и ты себе... А когда... Подожди, это кто? Ну и вот... Это же совсем другая история. Но я тебе расскажу веселую ситуацию. У меня мой брат двоюродный, который меня всю жизнь, естественно, наблюдал без халата. Некоторое количество времени там и назад он попадает в очень тяжелую ситуацию, автокатастрофа, реанимация, много дней. Естественно, я к нему приезжаю, естественно, меня опускают, естественно, держу за ручку, естественно, уговариваю, что ты должен вернуться. И в какой-то момент времени он открывает глаза. Говорит, я же тебя знаю. Дальше я ухожу, приходит психиатр, оценивает его статус психический, выходит ко мне в коридор и говорит, он абсолютно здоров. Я возвращаюсь в этом же халате, в шапочке еще. Колька на меня смотрит и говорит, только не говори, что ты моя сестра. Я говорю, Коля, а теперь для подтверждения того, что ты помнишь все, что с тобой было и что ты в здравом уме, назови, как меня зовут. Он смотрит, Алифтина. Я говорю, умничка ты мы. Не короткое имя, а полное. Все мы теперь регистрируем. То есть, точно так же, как мы друг друга не узнаем без халата, точно так же наши близкие люди, когда видят нас в халате, они тоже нас могут не признать. Чаще встречаетесь с родными. Учитывая опыт Джона Тиннисвуда, нам это продлить с тобой жизнь? Или нет? Смотри, он же тоже контролировал. Он ел плохую пищу только раз в неделю. Понимаешь? В принципе... Ты все-таки позитивно про этого Джона думаешь, в отличие от меня. Слушай, почему тебе кажется, что он ел только по пятницам плохую еду, а во все-таки святой праведник? Я же верю. Хорошо. Я же верю. Ну, ты же женщина, да, я понял. Так, поехали. А про тебя я тебе могу сказать так, что я получу великое счастье, когда у нас в школах и в детских садах будут правильно учить, как есть так, чтобы себя чувствовать здоровым, не только чувствовать, чтобы иметь здоровье, а не потом, когда ты говоришь, а я с возрастом... Потом уже поздно. А если у тебя нет медицинского образования, ты и с возрастом не задумаешься. Поэтому я всегда за то, чтобы человеку хорошие навыки прививали в молодости. Ты любишь прогулки в лесу? Шашлыки? Ты знаешь, я люблю шашлыки, я люблю лес, но я боюсь клещей. Вот! 29-летняя американка заразилась пятью инфекциями после укуса клеща. Девушка не знает, когда ее мог укусить клещ. Она проснулась, сильно вспотевшей, была дезориентирована и растеряна. Ей казалось, что у нее был туман в голове, впоследствии у нее диагностировали болезнь Лайма, бартенеллез, пятнистую лихорад, кускалистых гор. Кроме того, инфекции спровоцировали развитие мекоплазменной пневмонии. Ну, слушай, инфекции не могли спровоцировать. Ну, хорошо, ладно. Хронического вируса на Вепштейн-Бара и ортостатической гипотензии, чрезмерно пониженное давление, которое... В общем, что я тебя хочу спросить? Спрашивайте, отвечаю. Ты как-то защищаешься? Ну, смотри, я тебе скажу так. Эта новость, конечно, на которую ты зачитал, она замечательная. Но я тебе расскажу другую историю, почему я боюсь клещей. Ну-ка. Я как человек, живущий на территории великой страны, России, имеющий много лесов, естественно, я с детства люблю гулять, я люблю наблюдать за тем, что творится в природе, я не умею собирать грибы, но я люблю смотреть, как это делают и люблю их потом есть. И поэтому никогда я не задумывалась про клещей. Даже тогда, когда у меня уже было медицинское образование, мы прошли кафедру инфекционных болезней, президологию и так далее. И тут вдруг мы приезжаем в пансионат в Подмосковье, рано утром раздается какое-то непонятное движуха, звуки скорой, боже мой, что это такое, я на отдыхе, и вот тут я врач, я без халата, я лежу в пижаме, но если звук скорый, значит, а вдруг я могу помочь? Слушай, а у тебя нет ощущения в первые 2-3 дня в отпуске, что ты что-то прогуливаешь? Да, хронически, хронически не хватает движухи. Выскакиваю и выясняется, беременная, восьмой месяц, всё прекрасно развивается, и вдруг в ночи начинаются судороги, температура, какие-то пятна по коже. В итоге, как бы, поскольку я с её супругом обменялись телефонами, и он мне позвонил, сказал, что она скончалась. Я говорю, подожди, пожалуйста, мы разговаривали, мы вместе ходили в ресторан, мы гуляли по чистым дорожкам. Что могло произойти? Он говорит, не поверишь, клещ. Я говорю, какой клещ? Он говорит, клещ, который её укусил два дня назад или сколько-то. Мы даже не знали, когда. Я говорю, а куда укусил? Укусил сзади на шее волосистая часть головы. Вот этого клеща нашли патологоанатомы. После этого, когда меня спрашивают, как и ты, любишь ли ты? Люблю. Но, к сожалению, никакие наши вот эти брызгалки, защита, она не помогает. Мне один мой приятель сказал, ты ничего не понимаешь. Лучше всего это гвоздика, это куркума, это перец, и самое замечательное, это вот этот вот бальзам звёздочка, помнишь, в своё время был такой, который пахнет куча-куча разных... Короче, мы перешли с тобой к клещевой гомеопатии. Да, да, но я потом почитала, казалось, что действительно клещи боятся вот этих запахов, и если ты имеешь такой же страх перед клещами, как я, то, соответственно, в брючину ты закладываешь вот эту всю фигню, в манжеты, да, в обязательном порядке вот воротниковая зона, притом воротниковая зона это только капюшон, потому что я тебе всю жизнь буду помнить вот этот случай. Девушка не ходила нигде, да, я в своё время прочитала, что оказывается клещи, они любят влагу, то есть если ты идёшь по полю, где там пшеница, где там всякие василёчки растут, там тебе ловить клещи не стоит, их там не будет. Но если ты идёшь где-то по бережку речки, то вот тут химзащита наше всё. Да, клещ такая интересная история. И при этом давай мы обязательно скажем, ведь сейчас же действительно начинается этот сезон клещей. в самый пик. Давай мы скажем о том, что клещей нельзя держать в руках. Конечно. У нас же очень многие любят, ой, я поймал, ой, посмотри, а давай раздавим. Детки. И вот это давай раздавим, ты можешь заразиться, потому что есть микротрещинки в коже. Конечно. Давай мы с тобой обязательно скажем, что детей действительно нужно осматривать. Давай мы с тобой, наверное, обязательно, кроме вот этой вот клещевой гомеопатии, скажем о том, что у нас есть прививочки. И если вдруг у вас появились хоть какие-то первые признаки, пожалуйста, к врачу. И давай мы с тобой скажем, что самостоятельно выкручивать клеща не нужно. Нужны навыки, чтобы его выкрутить. Это надо уметь. Это надо уметь, его надо сдать, его надо... Обязательно, потому что мы не можем внешне сказать, болен он или здоров. Была такая история, я потом начала читать по этому поводу, потому что стало интересно. Вот ты какое молоко любишь, коровье или козье? Никакое. Ни то, ни другое. Как же молочный белок? Особенно вот эта пенка сверху, вот это вот... Подожди, а капучино? Ну, какое капучино? Кофе без посредников, без сахара, без молока, без сливок. То есть антиоксидантный эффект от кофе, бодрящий, веселящий и антиоксидантный. И сердце здорово, и сосуды чисты. Может быть. Отлично. Ну, ладно. Для тех, кто любит молоко. Я всегда считала, что козье молоко, оно лучше, чем коровье молоко. И это действительно написано в литературе, особенно для маленьких детей. Козье молоко, там козеины, там всё лучшее. Так вот оказалось, что можно заразиться клещевым энцефалитом из некипяченого козьего молока. Я знал, поэтому я его не пил. Какой ты однако умный. А мне для этого пришлось читать. Я, правда, тоже молоко не пью, но у меня есть ребёнок, и я ей давала козье молоко. Друг мой, мы можем с тобой сидеть здесь до утра и рассвет встретить с клещами, но... И без них. И без них в том числе. Пора завершаться, пора идти домой. Мы с тобой были на телеканале «Доктор» на программе «Без халатов». И мы провели чудесное время вместе, очень ценное, с Михаилом Цурцуми, акушер-гинеколог, кандидат меднаук, очаровательный мужчина, без халата и в халате, на работе и в студии. Алевтина Аранская. Божественно без халата, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук. До встречи на работе завтра. До встречи. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова